Работа скорой помощи Сочи тогда, в начале 20 века, начиналась с двух районных врачей. И только в 65 году на курорте была организована единая городская станция скорой медицинской помощи. Тогда же было сформировано пять подстанций. В таком режиме скорая работает по сей день. А вот количество работников и техническое оснащение сегодня соответствует требованиям 21 века. Только современных карет – 97. Участникам 4 научно-практической конференции работу сочинской станции ставят в пример. Местные врачи и фельдшеры приобрели бесценный опыт работы в период подготовки и проведения Олимпиады, когда пример оказания экстренной медпомощи им подавали профессионалы медицинных катастроф, собранные со всей страны. Оказание скорой и экстренной медицинской помощи является самым главным звеном в деле спасения жизни, когда человек или болен, или пострадал. И выстраивание правильной маршрутизации, выстраивание правильной идеологии в этом вопросе дает возможность конкретно и практически снижать смертность нашего населения. У нас есть система ГЛОНАСС, у нас есть система слежения за нашими автомобилями. Несмотря на то, что станция скорой медицинской помощи у нас одна, но вы можете видеть здесь главных врачей, начмедов, врачей всех учреждений здравоохранения нашего города. Потому что, еще раз говорю, оказание этой медицинской помощи, вот экстренная и скорая, это правильный маршрут и это взаимодействие до госпитального и госпитального этапа. Смысл конференции отмечают участники в том, чтобы поделиться опытом, сверить часы и узнать о нововведениях одной из самых социально значимых служб здравоохранения. За последний год в порядок организации скорой помощи России внесены существенные изменения. Важнейшим элементом скорой медицинской помощи являются приемные отделения. Вот приемные отделения во всем мире, они устроены особым специальным умным образом. Тогда, когда с первых секунд пребывания в этом отделении, каждому больному оказывается помощь в соответствии с его тяжестью и нуждаемостью. Вот сейчас такие отделения создаются в четвертой, кстати, городской больнице города Сочи, она функционирует. То, что сочинская скорая помощь, как и остальные медучреждения курорта, обладает огромным опытом, подтверждают и участники конференции, профессионалы юга страны. Руководители же сочинского здравоохранения не скрывают и имеющиеся проблемы службы скорой помощи. Задержка карет, сложность дозвона в диспетчерскую. Решением всех этих вопросов теперь уже займется новый главный врач станции, кандидатуру которого сейчас утверждают в администрации Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.